Однако есть среди автолюбителей те, кто снегопаду рад. Так называемые дрифтеры, любители резких поворотов и управляемых заносов на скользкой дороге. Любимые места у них – большие парковки у торговых центров и спортивных комплексов. Страдают пешеходы, бывает их едва не сбивают водители-экстремалы. Причем, сделать с ними ничего не могут ни в госавтоинспекции, ни в администрации гипермаркетов. Ольга Качкурова продолжит. Рев моторов и ледяная крошка из-под колес. Дрифтующие автомобили в Омске давно уже превратились в примету наступающей зимы. Буквально это второй раз. Поэтому просто для удовольствия. Я люблю автомобили просто. И всегда, когда видел, раньше мечтал об этом. Сейчас могу себе это позволить. Удовольствие для одних – проблема для других. Социальные сети пестрят роликами, снятыми очевидцами. Каждый вызывает широкое обсуждение. Одних раздражает шум двигателей, работающих на пределах мощности. Другим такое развлечение просто кажется небезопасным. Не одобряют заносы на парковках и так называемые легальные дрифтеры. Те, что ловят адреналин на спецплощадках и спортивных соревнованиях. Занос при дрифте хоть и считается управляемым, но в реальности контролировать автомобиль на резком повороте получается не у всех. Как минимум нарушает правила дорожного движения, особенно если это на дорогах. Плюс, что он несет большую опасность не только для себя и своего автомобиля, но и для людей. Потому что когда машина едет боком, особенно в темное время суток, она не освещает себе в бок. Она светит прямо, а машина едет боком. Может просто не заметить пешехода. При этом наказать дрифтеров – проблема. Максимум, что может сделать администрация торгового центра – вызвать полицию. Но пока инспекторы ГИБДД доезжают до места, любители экстрима исчезают. Да и во-вторых, за дрифт на парковке можно только поругать. Ответственности за это пока нет. Но я говорю действительно пока, потому что сейчас рассматриваются поправки в кодексах административных правонарушений. В последующем, конечно же, мы сможем привлекать за это опасное вождение. А пока сотрудники госавтоинспекции в рамках целевых мероприятий, а также вблизи торговых комплексов проводят разъяснительную работу. Штрафовать дрифтеров смогут только после того, как будут внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях. А раньше следующего года этого не произойдет. Можно сделать сейчас устанавливать большее количество отбойников на парковках торговых центров. Для того, чтобы сделать дрифт неудобным. Об этом сотрудники ГИБДД регулярно просят руководство больших магазинов. Часть, к слову, прислушалась. Ольга Качкурова и Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.